Уважаемые телезрители, добрый вечер. Я, Анатолий Голия, приглашаю вас на очередной раунд предвыборных дебатов на РТР Молдова. Сегодня заключительный день дебатов. Последние дебаты на нашем канале с кандидатами по избирательному округу номер 33 Кишинева. В студии должны были быть, я вам называю кандидатов, как они будут в вашем бюллетене для голосования по 33 округу. Это пригороды Кишинева. Цуцу Константин от Демократической партии, Настасия Андрей, представитель избирательного блока АКУМ, Настас Андрей, независимый кандидат. В нашей студии Рожка Владимир, под четвертым номером в избирательном бюллетене, кандидат от партии социалистов. Добрый вечер, добро пожаловать в студию. Волосатый Борис, независимый кандидат. Калину Вьеру Калин, независимый кандидат. И Иоанн Бивол, представитель партии Шора. К сожалению, шестеро кандидатов сегодня в последний день дебатов не смогли прийти. Не знаю, какие причины. Это ваш выбор. А вы, уважаемые избиратели, свой выбор сделаете в воскресенье 24 февраля. Согласно регламенту, мы обязаны, вынуждены проводить дебаты с одним кандидатом. Хотя это не так интересно, я понимаю. Ну что делать? Итак, господин Рожка, у вас будет 8 минут. Время перед вами видно для того, чтобы представить свою платформу, представить себя избирателем, ответить на мои вопросы, так как ваших оппонентов нету. И в конце выступить с обращением к избирателям. Пожалуйста, ваше вступление. Расскажите о себе, кто вы и зачем, почему решили стать депутатом. Владимир Рожка, партия социалистов. Здравствуйте. Я Владимир Рожка. Представляю партию социалистов на одномандатном округе номер 33. Значит, это пригороды Южные, Дурлештель, Трушене, Сынджера, Бачо и Кодру. Значит, с 2015 года я избран в Дурлештель в местном совете в качестве советника. Занимаю в совете, соответственно, должность вице-председателя комиссии бюджета финансов. И, соответственно, параллельно председателя комиссии фонда резерва. Ну, скажем, с 2015 года я решил посвятить себя полностью политической деятельности, гражданской деятельности. Стал углублять свои познания в государственном администрировании. И даже получил несколько практических уроков на эту тему. На данный момент результатом моей работы является, например, очень активное участие в асфальтировании дорог на Владимирецкую, очень активное участие в асфальтировании дорог на ДИМО, это все Дурлештель, окончание проекта на Кавказской, Кавказулой. 280 семей получили материальную помощь, например, только в 2018 году. Увеличение объема фонда резерва со 135 тысяч до 550 тысяч. Ну, в общем, хватит хвастаться. Перейдем к самой платформе. Для чего я иду в парламент? Значит, в течение этих четырех, почти трех с половиной лет, я убедился, что очень многие вопросы нужно решать не на местном уровне, а на центральном уровне. И для решения этих вопросов просто не хватает рычагов. Поэтому я решил приобрести эти рычаги, потому что есть несколько десятков незакрытых вопросов. Это на сегодняшний момент. Я думаю, уверен, что они накопятся, их будет больше. Решения которых нуждаются в намного больших полномочиях, в изменении законодательной базы, прежде всего. И отсюда мы будем, значит, менять законодательную базу в двух блоках. Соответственно, учитывая, что я, конечно же, представитель партии социалистов, я буду идти согласно программе партии социалистов, но и у меня есть собственные мысли и предложения. Если мы говорим об административном политическом блоке, то это будет чисто партийная программа. Это будет на первом месте устранение феномена перебежчиков, тассиизм, политик. Это будет восстановление целостности страны, значит, нахождение общего языка и восстановление целостности страны с Приднестровьем. Сохранение полностью гармоничных отношений внутри страны, между всеми этниями, национальностями. Потом, конечно, восстановление президентской республики, восстановление статуса и придания реального статуса нейтралитета, для того, чтобы наша страна не была, скажем так, между молотами наковальными, не была вовлечена в игры больших мира сего. Вы использовали уже три минуты. Ну, собственную программу тогда, я скажу чуть позже. Мы пока остановились на административной программе, политической. Поговорим в дискуссии, так будет динамичнее несколько. Я хотел вас спросить, вы сказали об изменении законодательной базы. Какие законы, что собираетесь менять? Вот коротко, если можно. Ну, значит, для того, чтобы заставить, я бы не посвящен такого слова, заставить город развиваться в сторону пригородов, нужно создать для этого определенные условия. Для начала, если мы говорим о производстве, мы должны перейти все-таки от понятия свободной экономической зоны к понятию промышленной парки, изменить в этом отношении, соответственно, законодательную базу. Для того, чтобы сделать жизнь пригорода комфортной, мы должны решить проблему экологии, потому что все-таки мы должны признать, что пригороды – это место складирования отходов, и они должны быть здорово переработаны. Это очень сильно влияет на всех. Много земельных вопросов, которые нужно решать. Опять же, над законодательным, несколько изменений нужно производить. Долго описывать, просто мнение не хватает. Да, спасибо. Вы упомянули о том, что я наслышан про эти дороги, Владимиревскую, Кавказскую, Дурлешты. Другие кандидаты, к сожалению, они не пришли на сегодняшние дебаты. Они тоже говорят, что они ремонтировали эти дороги, улицу Кавказскую и другие. Что они пустили троллейбусы в Трушены, да, и в Дурлешты. Скажите, этим хвастаются кандидаты в депутаты. Вот этим должны заниматься депутаты. Это роль депутатов – пустить троллейбусы там с батюшкой обязательно освещать и так далее. Ну, я вопрос с батюшкой оставлю в стороне, это пускай все равно дышает. А по поводу функциональных обязанностей, скажем, троллейбусами занимался консилиум муниципия Кишинев. Дорогами занимался консилиум муниципия Кишинев. Выделением денег под это занимался консилиум муниципий Кишинев, в котором 19 голосов присутствует. Партия социалистов и эта партия социалистов в решении такого рода вопросов находит единомышленников и составляет большинство. У партии «Демократов» всего один голос. Я не знаю, каким уже один голос может влиять на 51. И влияет он как-то вообще на создание большинства. Я даже не стану спрашивать, голосовал он или нет этот голос за эти проекты. Но, во всяком случае, прямой связи между депутатскими полномочиями и этими проектами просто не существует. Кроме того, надо упомянуть, что за последние три года, именно согласно, благодаря предложениям партии социалистов, в пригороды было направлено 126 миллионов за три года. Есть конкретно прямыми капитальными трансферами по специальному значению, именно из Кишиневского муниципального бюджета на пригороды. Из них половина ушла на южные пригороды, которые считаются 33-м округом. Спасибо. Про политику немного. Поговорим. Вы сказали, что необходимо укреплять нейтралитет. Каким вам видится обеспечение безопасности Молдовы в условиях, что предполагает в вашем понимании нейтралитет? Вы знаете, что мы живем в не совсем спокойном регионе, и конфликты в Украине, и многие другие вещи происходят. Как должна обеспечиваться безопасность Республики Молдова? Ну, прежде всего, мое глубокое убеждение, что нейтралитет – это отсутствие иностранных войск на твоей территории. И как бы кто ни пытался в этом меня переубедить, я останусь на своих позициях. И при этом я, да, член партии социалистов. И это наша единая позиция. Я так понимаю, в данном случае за вывод российских войск? Я в данном случае за неприсутствие никаких войск. И российские войска просто выйдут как за ненадобностью, потому что они являются частью формата мирного регулирования и поддержания мира. Если мы саму базу вот этого вопроса уберем, если мы наладим отношения с президентом и наладим, соответственно, создадим федерацию, то незачем просто им здесь быть. Конечно, они тогда становятся просто ненужными. А уже говорить о том, чтобы наши дети, не дай бог участвовать в чужих военных операциях, это никак не укладывается в наши желания. Я вас уверяю, дорогие избиратели. Армия должна быть? Вопрос был, кто будет обеспечивать безопасность страны? Скажем так, Швейцария тоже имеет армию, хотя является полностью нейтральной страной. Австрия имеет армию, тоже полностью нейтральная страна. Там немножко другой регион. Да, мы не будем никого копировать. Я взял просто определенный пример, который позволяет утверждать, что нейтральная страна тоже может иметь армию. Тоже эта армия имеет различные форматы, но она создана для того, чтобы обеспечивать свою безопасность хотя бы на первых порах, для того, чтобы, опять же, я говорю, сильные меры всего между собой нашли общий язык и не оставили нас посреди этой наковальнии. И не дали развиться здесь никакому конфликту. Понятно. Еще один политический вопрос. У вас не так много времени осталось, но я все-таки спрошу... Вопросы емкие. Вопросы не за счет вашего времени, только ответы. Вы видите, время осталось. Но сам по себе вопрос емкий, он вынуждает. Вы сказали про перебежчиков, что не надо, недопустимо, чтобы депутаты, я так понял, переходили с одной фракции в другую. Я правильно понимаю, что тем самым вы берете на себя обязательство, вы будете, как депутат-одномандатник, во фракции партии социалистов и гарантируете, что вы не перейдете в другие фракции ни при каких обстоятельствах. И можете ли вы такое же сказать о ваших коллегах, которые будут во фракции социалистов? Ну, начнется с того, что наш парламент на нынешний момент не является тем парламентом, который был избран народом. Поэтому, конечно, фракция социалистов была инициатором смешанной системы голосования для того, чтобы, наконец-то, создать предпосылки, для того, чтобы перебег сам по себе стал невозможен. Для того, чтобы депутата, который приезжал, можно было все-таки отозвать. Да, и я, конечно, торжественно даю обет и обещание о том, что не покину фракцию по цветам и флагам, который пришел в парламент. И то же самое, скажу, что буду голосовать однозначно за этот проект, за полный запрет и за то, чтобы мандат депутата, который перебежал в другую партию, был сложен. Спасибо. У вас осталось время для итогового, заключительного обращения к избирателям. Пожалуйста, еще раз напоминаю, Владимир Рожко, представитель, кандидат от партии социалистов. Дорогие избиратели, я вас прошу голосовать не эмоциями, а простой логикой. Я вас прошу просто понять элементарные вещи. В стране нужен мир, в стране нужно развитие. Нам нужны достойные зарплаты. Нам нужно восстановить связи с Россией. Нам нужен устойчивый экспорт и устойчивое поступление в бюджетную сферу, которые создадут вам в итоге и зарплаты, и налоги, и хорошее обучение. У нас по каждому блоку есть четко разработанные программы. Партия социалистов является партией высокообразованных профессионалов прежде всего. Голосуйте за звезду. Спасибо, уважаемый господин Рожко. Спасибо за участие в сегодняшних дебатах. Успехов вам на выборах в воскресенье. Уважаемые телезрители, это были дебаты по избирательному округу номер 33 Кишинева. Я еще раз выражаю сожаление, что шестеро кандидатов не смогли прийти. Я понимаю, последние дни избирательной кампании у всех очень много дел, но все-таки следовало общаться с избирателями и посредством телеканалов тоже. Я, Анатолий Голя, скажу вам хорошего вечера, всего доброго. Завтра в 19.00 смотрите «Пятницу» с Анатолием Голя. В студии будет президент Игорь Дадон. Хорошего вечера, всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин